Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, зачем освящает жилье? В принципе, на этот вопрос наверняка много ответов в интернете. Мы постараемся оттолкнуться от евангельского текста, причем от того самого евангельского текста, который читается во время чина благословения нового дома, как правильно называется просторечное выражение освящения жилья. Итак, откроем 19 главу Евангелия от Луки и прочитаем историю про Закхея. История про Закхея, она с 1 по 10 стих. Однако не будем сейчас тратить время, чтобы весь этот отрывок прочесть. Каждый может открыть Священное Писание и туда заглянуть. Прочитаем некоторое серединку и окончание. «И он, Закхея, поспешил, сошел, принял его с радостью, и все видя, то начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхея, шестав, сказал Господу, «Господи, половину имени мы его отдам ничем, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Не прочли мы историю обращения Закхея, встречи непосредственно со Христом, но видим итог. «Господь говорит спасение дому сему». Смысл, конечно, не освящать, а посвящать Богу свое жилище и получать от Бога, соответственно, благословение на житие в нем. Это смысл тот, что мы в этом доме берем силы и дела и рождаем его от всякого греха, а силы на добродетель. Что мы говорим, «Господи, Тебе посвящена вся наша жизнь». И, в принципе, для людей, вот, конечно, бывают люди, там, миллиардеры, миллионеры, у них, конечно, там другие какие-то богатства, но чаще всего для обычного гражданина России и там жилье — это его главное имущество. У него никогда нет столько денег, сколько у него стоит его недвижимость. И поэтому, более того, даже если у человека нету жилья, и он снимает жилье, это точно так же то место, которое Господь благословляет. Вот я как человек, снимающий квартиру, все равно считаю, что вот эти стены там обшарпленные, которые мы проживаем, что это точно так же то место, которое пришел и благословил Господь. Господь благословляет не квадратные метры, не арматуру, не бетон, не кирпичи, Господь благословляет людей. Точно так же, как и в храме, собственно, Божьем, Господь благословляет не те же самые кирпичи, арматуры и бетон, а благословляет таинство церкви, которое совершается, благословляет тех людей, которые двое-трое, а иногда и по сто, и там по тысяче человек собирается, чтобы вместе прославить Бога. Но как вот человек нередко бывает, что он в церкви один, а вышел из церкви совсем другой. Или более того, даже другой, на работе он тоже вежливый обходитель, ну где-то какие-то конфликты, а дома себя в руках держать не умеет. А здесь, когда мы посвящаем Господу свой дом, мы говорим, Господи, я так ценю, что ты снизошел, пришел, меня навестил. Вот ни один депутат, там, министр, у меня дома в гостях не был. А сам Господь, творец неба и земли, пришел. И я ради этого, вот, ну, в лепешку готов расшибиться, чтобы, Господи, тебе как-то послужить. И я вот заметил свои грехи и недостатки. Господь же даже такие не указывал на недостатки. И я их готов убирать из своей жизни. Точно так же именно поэтому очень много людей, которые в храм не ходят, не исповедуются, не причащаются, все равно говорят, батюшка, приходите там, осветите нам офис, осветите нам квартиру. Конечно, можно с этого начать. Но, взявшись за гуш, не говори, что не идешь. Если уж ты позвал Христа и пришел к Нему, и прочь, чтобы Христос благословил твой дом, то и тебе самому надо прийти в храм, в Дом Божий и стремиться соединяться со Христом в таинствах церкви. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!